Здравствуйте, друзья! Я Михаил Карпович, эксперт по морской рыбалке. В этом видео я расскажу вам о том, что такое машинка узловяз и как ее используют для соединения шнура с шок-лизером или флюрокарбоном. Машинка узловяз PowerJig изготовлена из нержавеющей стали и состоит из следующих деталей. Ролик с резиновыми фиксаторами для шнура, фиксатор усиления драго-ролика и удлиненная носовая часть с фиксатором. Перед началом использования машинки откручиваем фиксатор, достаем носовую часть и зажимаем ее щипцами. Машинка готова к использованию. В процессе эксплуатации не рекомендуется разжимать фиксатор, чтобы не потерять носовую часть. Сейчас мы с вами свяжем шнур с флюрокарбоном. Так же вяжется шнур и с шок-лизером. Значит, нам нужно для этого щипцы, зажигалка, которая не гаснет на ветру, турбозажигалка. Продеваем шнур через носик машинки. Резиновый фиксатор. Отгибаем и зажимаем и фиксируем наш шнур. Причем, заметьте, драк идет в расслабленном состоянии сейчас. Значит, наматываем шнур вот таких вот оборотов 25, можно 30. После того, как намотали шнур на ролик, зажимаем драк ролика. Проверяем, чтобы с достаточным усилием он разматывался, но ни в коем случае не пережимаем. Значит, далее берем флюрокарбон. Вот примерно на три пальца, один оборот, делаем шнур с флюрокарбоном. И плавными движениями наматываем шнур на флюрокарбон. Далее фиксируем жесткий флюрокарбон, желательно двумя оборотами через два пальца на руке. Далее, значит, далее, вот заметьте, вот так вот у нас должен быть палец указательный. Вот. Делаем в обратную сторону, вот поджимая, несколько оборотов. Получается, что у нас уже шнур начал наматываться в обратную сторону. В эту сторону витки должны быть редкими, как видите. В обратную сторону мы уже начинаем с усилием наматывать шнур. Усилие нам создает драг. Значит, наматываем сантиметра 4-5. Вот намотали, да? Теперь пальцами зажимаем шнур. Отпускаем драг. Снимаем машинку. Лишний шнур обрезаем так, чтобы у нас оставался хвостик порядка 25 сантиметров, 30. То есть нам лишний кусок будет мешать дальше связывать шнур с флюрокарбоном. Значит, дальше одиночными узлами через... Вот, берем шнур и флюрокарбон, и одиночные узлы набрасываем. Это стопорящие узлы для того, чтобы шнур у нас не развязался. Таких узлов надо сделать 8. Вот, сделали 8 узлов стопорящих. Далее обрезаем флюрокарбон так, чтобы остался, ну, миллиметр-полтора хвостик. Далее свиной смачиваем шнур и зажигалкой, низом пламени, немного подправляем флюрокарбон. Вот так, чтобы получился у нас вот такой грибок. Значит, далее еще делаем 4 одиночных узла на шнуре. Такие же стопорящие узлы, как и были на шнуре с флюрокарбоном. И последний узел у нас 4. Делаем оборота через шнур и зажимаем. Это у нас фиксирующий зажимающий узел. Нажимаем с достаточным усилием. Далее обрезаем остаток шнура, так, чтобы миллиметра 4 осталось 5. И то же самое заплавляем вот этот вот хвостик зажигалкой. Аккуратно. Вот наше соединение готово. Данное соединение шнура с флюрокарбоном, либо шок-лизером, применимо для всех видов рыбалки. Выдерживает максимальные нагрузки на разрыв. Прекрасно проходит через кольца спиннинга, не разбивая их в керамику. Спасибо за ваше внимание. Смотрите обучающее видео и видео морской рыбалки на моем сайте и видеоканале.